Главой областной военной администрации Сумской Дмитрием Можевицким. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Дмитрий Алексеевич, продолжаются обстрелы, они постоянные. Непосредственно сейчас как обстоят дела? Да, они постоянные. И сегодня уже было три обстрела ночных Сумской области, начиная от Великописаревской громады, это почти на границе с Харьковской областью, это центро области Белополье и северообласти Шосткинский район. Практически у нас вся география приграничья поддается массированным обстрелам. Уже скоро будет два месяца, как практически ежедневно нас обстреливают с российской территории. После полного освобождения области от российских фашистских войск, где-то неделю было тихо, начались одинокие такие обстоятельства, обстрелы то из минометов, то одна, то две мины прилетят. То сегодня каждый день происходит по два, три, пять, семь обстрелов, обстреливают как и ракетами воздух-земля из самолетов, которые поднимаются на территории Российской Федерации в основном, иногда они пересекают воздушное пространство Сумской области. Это минометы, это гранатометы, реактивные системы залпового огня, артиллерия, самоходные артиллерийские установки. Вот сегодня ночью это было два прихода ракет, был обстрел из минометов и один прилет как раз Белопольская громада, это самоходная артиллерийская установка. Слава Богу, обходится в основном без жертв. У нас за этот период есть один погибший мирный житель, вчера есть ранения у женщины. В основном эти обстрелы, они несут такие серьезные разрушения по жилому сектору, по социальной инфраструктуре. Несколько дней назад были прилеты ракет в детский садик, недалеко от церкви, дороги, это 99,9% это обстрелы населенных пунктов или прилеты в поле, лес, луг, болото. Это такие терроризирующие постоянные обстрелы. Дмитрий, наблюдаете ли вы и, соответственно, наши вооруженные силы, возможно ли об этом говорить, но все равно были об этом сообщения, буквально накануне, о том, что происходит какая-то передислокация и маневры на границе, украинско-российская граница в вашем секторе. Вы это наблюдаете и о чем это говорит на данном этапе? На самой границе особого скопления российских войск нет. Мы наблюдаем перемещение их артиллерии как раз вдоль границы и артиллерийские обстрелы, которые происходят. Это в основном, там у них есть несколько установок, которые перемещаются постоянно вдоль границы, вот в основном между Сумским и Ахтырским районом работают. И, в принципе, та информация, которая идет со стороны Российской Федерации о массовых больших скоплениях войск, о том, что они прибывают на территорию Курской области, эта информация пока не подтверждается, но мы понимаем, что пока война не закончится, а война по-настоящему закончится, когда будет разрушена, ликвидирована Российская империя как образование и как империя, то в ближайшее время расслабляться не приходится. Мы усиливаем нашу границу, мы усиливаем нашу обороноспособность вдоль границы по пригрозничным районам. И Сумщина имеет самую большую протяженность границы с агрессором 563,8 километра, но практически 564 километра границы с агрессором это самая длинная на сегодня протяженность границы между регионами Украины, среди регионов Украины. И это очень такая серьезная задача по обороне и защите нашей границы. Но работают на границе наши пограничники, работают вооруженные силы, терраборона. В принципе, повторения 24 числа точно не будет, но все будет зависеть от соотношения вооружения и личного состава, какие это будут пропорции. Мы показали то, что мы можем и голыми руками, и силами партизаны террабороны останавливать тысячные колонны российских войск, не пропускать их дальше вглубь Украины. То сегодня я уверен, что мы сможем предотвратить и вторжение на территорию Украины. Дмитрий Алексеевич, а как Вы считаете, какова цель вот этих ударов, которые сегодня российские войска наносят по украинской территории, в частности по Сумщине? Это исключительно террор, там, скажем, устрашение? Либо это месть за те самые военные неудачи, которые сегодня терпят оккупационные войска? Что это? Или, возможно, подготовка к предстоящей второй попытке вторжения? Ну, я думаю, это больше такое огонь наупреждение для того, чтобы не было возможности полноценно работать по укреплению границы, по обустройству инженерных сооружений, которые усиливают нашу обороноспособность. И это банальный террор наших граждан, это препятствование инвестициям в приграничные регионы, и усложняется сельскохозяйственная деятельность на этих территориях. Сумщина в основном это аграрный регион, поэтому у нас большие площади и большие, скажем, прибыли. Многие громады живут исключительно за счет, особенно приграничные, там, где нет серьезного производства, они живут за счет сельского хозяйства, а вот такие обстрелы, они усложняют весь этот процесс. И мы видели то, что когда населенные пункты находились под оккупацией, либо контролировались российскими войсками, то есть приграничный хозяйств, предприятий, просто были украдены, угнаны комбайны, трактора, сельскохозтехника на территории Российской Федерации. То есть мы видим, что они, кроме того, что там воруют стиральные машины, они воруют и по-серьезному обворовывают предприятия и препятствуют экономической деятельности. Дмитрий, буквально совсем немного времени остается до общенациональной минуты молчания. Покажите, коллеги, пожалуйста, вот это вот видео. Это город Тростенец, местные жители и волонтеры, это видео ДСНС Украины в Сумской области, разбирают завалы, помогают каким-то образом, ну, что-нибудь жилое привести в какой-то минимальный лад. И вот Тростенец один из самых пострадавших городов в Сумской области. Какова сейчас, по вашим оценкам, ситуация? Мы работаем над восстановлением Тростенца. Уже заключаются договора и заключены договора с некоторыми подрядчиками, которые выполняют работы, вставляются окна. Приступаем к выполнению работ на канализационных водопроводных системах, чтобы возобновить водоснабжение у людей, очень большие разрушения на этих объектах. Вот работает как раз проект Добробат, который мы совместно реализовываем с ДСНС и Министерством внутренних дел и волонтерами. Вот здесь работали и я, и мои заместители на этом объекте. Как раз мы собственным примером показываем, что мы должны быть солидарными с теми громадами, у которых есть разрушения, и помогать друг другу. И такой проект, он, можно сказать, прижился от Сумской области лучше всего. У нас несколько раз в неделю из Сум выезжает от 30 до 70 человек. Дмитрий Алексеевич, остается только пожелать мирного неба, потому что вот вместе с мирным небом будет восстановление, будет улучшение всего региона. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Держитесь. Все доброе. Сумская область. Слава Украине. Героям слава. Вам слава.